Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа Прямой Эфир. С вами Ирина Кузина. Началась масштабная вакцинация от сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ. Из-за эпидемиологической обстановки прививки особенно важны, так говорят специалисты. Сегодня в студии руководитель управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Феликсович Выскубов. Он пришел к нам в студию рассказать о том, какова ситуация сейчас у нас в регионе. И как выстроена работа регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области. Арнольд Феликсович, я очень рада, что вы пришли к нам в студию, нашли время для того, чтобы поговорить на очень важную тему. Итак, все-таки какая сегодня у нас ситуация в регионе? Мы ситуацию в регионе оцениваем как стабильную. Мы контролируем вообще заболеваемость и мониторируем ситуацию по всем видам острых респираторных инфекций и возможному гриппу. В том числе и по новой коронавирусной инфекции. Следует отметить, что рассчитаны так называемые недельные эпидемиологические пороги. Если они превышаются в целом по населению, либо в отдельных группах именно возрастных, то уже принимаются или разрабатываются дополнительные меры. Так вот, мы начали вот это мониторирование именно всех ОРЗ, ОРВИ уже задолго до начала учебного года. У нас понедельная такая идет, такой мониторинг. Значит, у нас определенный рост заболеваемости ОРЗ присутствует. Это, в принципе, нормально, потому что начали формироваться новые так называемые детские коллективы. Люди приехали с отдыха. Это, в общем-то, нормальная такая стабильная ситуация. Прирост примерно в неделю около 10-12%. И ни разу еще не превышен так называемый эпидемический порог. Это даже с учетом новой коронавирусной инфекции. По коронавирусной инфекции на протяжении, будем говорить, с 9 уже июля, у нас идет относительная стабильность в заболеваемости. Последний месяц у нас не превышает 30 случаев в день прирост. Средним, если брать в процентах, это где-то 0,4-0,5% прироста в среднем за неделю. Это на уровне в целом по Российской Федерации. Значит, поэтому мы эту ситуацию оцениваем как стабильную. А вот давайте представим, если ситуация ухудшится, какие будут дальнейшие действия в оперативном штабе правительства Тверской области? Оперативный штаб работает в ежедневном режиме, без выходных и праздников. Информация собирается, также ежедневно направляется. Она направляется не только по количеству заболевших, но также и количеству госпитализированных, о регистрации так называемых внебольничных пневмониях, о количестве выздоровевших, о количестве умерших и очень много различной информации. Эта ситуация также контролируется. И в случае ухудшения ситуации будут приниматься дополнительные меры. Но в настоящее время, во всяком случае, принятие таких мер даже не рассматривается. Смотрите, вот вакцинация от гриппа ОРВИ стартовала. Кто должен в первую очередь привиться? И следом вопрос, когда будет вакцина от COVID-19? Ну, к сожалению, от всех у ОРВИ у нас нет вакцины. У нас вакцина есть от гриппа, и это очень замечательно. У нас новая вакцина. Она с так называемыми актуальными штаммами, которые ждет в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения. Разрабатывается, разработана и поставлена уже вакцина от трех таких называемых штаммов. Они для нас новые. Поэтому прививаться надо в обязательном порядке. Желательно всем. Беспрецедентно в этом году, в этот сезон, будет привито не менее 60% от всей численности населения. Обычно у нас на протяжении последних 10 лет прививали 40-45%. Но это, опять же, с учетом новых штаммов. Прививаются дети и взрослые. Дети прививаются практически все, потому что либо они, ну, после года, либо они являются, значит, в детских садах, в коллективах, либо школьники. Поэтому все дети прививаются. Взрослые. Взрослые – это в первую очередь работники здравоохранения и образования, потому что они наиболее часто общаются с больными, либо с людьми, которые носителями. Дальше. Люди, которые имеют в возрасте после 55 лет. Дальше. Люди, которые имеют хронические заболевания. И очень важно, прививки против гриппа показаны даже беременным женщинам. Это очень важно. И чтобы сразу предопределить такой вопрос, насколько они опасны. Они безопасны. Естественно, все прививки должны проводиться только лишь после осмотра врачом, который осмотрит, если в этот период есть какое-то временное противопоказание, будет какой-то временный медицинский отвод. А так прививаются все. А вот можно ли совмещать вакцины, например, от гриппа и коронавирусной инфекции? Как себя будет человек вести? И когда нужно обращаться к специалисту? Ну, вот в одном, как говорится, флаконе, во всяком случае, это не рекомендуется. Сначала рекомендуется сделать одну вакцинацию, потом другую. Подождать немного. Подождать, да, определенное время. Тем более, насколько известно, сейчас в Российской Федерации вакцина против коронавирусной инфекции. Она и разработана, только начинает внедряться уже в массовую иммунизацию. Она двухкомпонентная. Сначала проводится первая компонента, вакцинируется, потом через определенное время вторая. Поэтому ждать не надо. Надо сейчас прививаться против гриппа. В течение двух недель после вакцинации формируется иммунитет. Мы обычно ожидаем подъем и появление гриппа. Первые такие случаи появляются где-то в конце октября обычно. И в целом для нашего региона и в целом для Российской Федерации обычно грипп начинается после январских праздников. Уже поднимается именно сам грипп. Но были годы, когда после конца октября уже он мог появляться. Поэтому очень важно привиться в течение сентября и октября месяца. А вот если еще есть прививка от пневмококковой инфекции? Вы знаете, специалисты, в частности Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии рекомендуют в период пандемии и после пандемии против коронавирусной инфекции прививаться против пневмококковой инфекции. Дело в том, что сам вирус, даже вот и гриппа, вирус коронавирусной инфекции, он вызывает так называемое начало реакции организма, ослабляет его и потом присоединяются вот так называемые пневмонии. Так вот пневмоний, пневмококковых пневмоний больше 20 видов. Поэтому существует вакцина, так называется, привинар-13, есть вакцина, которая против 23 видов, только одних пневмококков. Дальше, эта вакцина против пневмококковой инфекции, она заставляет организм вырабатывать не только иммуноглобулины, но еще стимулирует выработку токлеточного иммунитета. То есть организм готовится в том числе и к коронавирусной инфекции. Поэтому против пневмококковой инфекции, против гриппа надо приюваться. То есть одновременно? Опять же, лечащий врач, специалист посмотрит. В каких-то случаях он предложит сначала сделать одну вакцину, через неделю или через две недели вторую вакцину. Опять же, осмотрев гражданина, ребенка, если это ребенок, на предмет возможности отсутствия медицинских противопоказаний. Вот мер безопасности. Масочный режим, насколько он сейчас актуален для нас? Как себя вести в общественных местах, автобусах? Складывается ли у вас впечатление, что мы страх потеряли? Складывается. И надо понимать так, что я думаю, что все наши телезрители, граждане следят ежедневно за статистикой, что происходит в мире, что происходит в Российской Федерации, в частности в Тверской области, даже смотрят по муниципалитетам. А, к сожалению, вот эта коронавирусная инфекция, она никуда не ушла. Она есть, она регистрируется чуть больше, чуть меньше, но пока она в пределах 20-30 случаев в сутки. Значит, таких каких-то резких всплесков нет, но она есть. И она никуда не делась, тем более закончились летние каникулы. Кто-то, к сожалению, привез вирус уже с отпуска. Начинают формироваться детские коллективы, школы, детские сады. На сегодняшний день таких вспышек у нас нет. Слава богу, нет. Но вместе с тем случаи появления возможны, потому что болеют также взрослые. Дети в большей степени являются просто здоровыми, как мы называем, либо бессимптомами, переносчиками. Поэтому это возможно. Естественно, возможно. Поэтому разрабатываются меры, и они вышли в санитарные правила для образовательных организаций. Именно в период подъема ковидной инфекции и до конца этого года. Возможно, они будут и продлены. Но необходимо в школах соблюдать вот эти правила. Они сложные с учетом наших реалиев. Но я уже смотрю, если в первые дни были какие-то проблемы в мере температуры, создавались очереди, об этом уже писали, говорили, то постепенно уже привыкают и педагогический персонал, и дети приходить в мере температуры. Пользиться санитайзерами, носить маски. Мы рекомендуем помимо санитарных правил все же еще дополнительно обезопасить педагогических работников. Потому что если дети переносят более-менее легко эту инфекцию, то взрослые, а педагоги у нас уже есть люди, которые имеют дополнительные какие-то болезни, в том числе профессиональные, то, конечно, им пользоваться средствами индивидуальной защиты надо. В классе этого делать не надо, но если вышел на перемену, вышел куда-то, лишний раз одеть маску. Однозначно использованием в общественных местах масок, мыть руки, пользоваться санитайзерами, средствами дезинфекции для рук и стараться социально дистанцироваться. Мы все пользуемся общественным транспортом, мы посещаем сейчас уже и кинотеатры, посещаем театры, концерты, заходим в торговые центры. В принципе, каждый из нас вправе одеть маску. Если кто-то очень сильно беспокоится, можно использовать и перчатки. Во всяком случае, стараться не дотрагиваться до своих глаз, во всяком случае, до слизистых оболочек. Носить маленькие санитайзеры, сейчас они достаточно в продаже и довольно-таки недорогие, так что пользоваться этим средствами индивидуальной защиты. А вот если, например, будет подтвержден в учебном заведении хоть один случай коронавирусной инфекции, какие будут действия? У нас один случай коронавирусной инфекции, вообще каждый случай, который регистрируется, либо это заболевание, либо это бессимптомное носительство, либо это выявляется, опять же, людей, которые возвращаются из-за рубежа, все те, у кого выявлена эта инфекция, они все на 14 дней, минимум на 14 дней, сажаются на карантин. Опять же, их наблюдает медицинская служба, в некоторых случаях, может быть, и 14 дней не понадобится, их наблюдают, если это бессимптомное, то есть два потом отрицательных результата, ПЦР-диагностики, и потом принимают решение о допуске его в коллектив. А так, когда устанавливают случаи заболевания, то эпидемиологи, это специалисты Роспотребнадзора, устанавливают контактных. То есть это не сам устанавливает образовательное учреждение, кто был контактным. Образовательное учреждение, его мнение, очень важно для выявления контактных. Но устанавливает контактных специалисты Роспотребнадзора, Также выносится специальное такое постановление на карантин на две недели и на медицинское наблюдение. В конце уже, если отсутствуют какие-либо симптомы, в конце также берется один мазок на ковидную инфекцию. Если отрицательно, то может быть допущен в коллектив после 14 дней. Вот примерно такая схема. У нас принимать решение о том, бывают случаи, когда был выявлен, допустим, если этот ребенок бессимптомный, если он сам по контакту бессимптомный, если у него контакты вообще отсутствовали, то есть, ну или был незначительный контакт, то тогда принимать решение о закрытии класса, может быть, это чрезмерное решение. Поэтому наблюдает, все равно медицинское наблюдение в школе есть, это в обязательном порядке. Если будут случаи заболевания, то тогда, конечно, весь класс, те, которые контактные, они все будут выведены именно на карантин. У нас есть еще очень такой хороший инструмент, который используется вне вот этой истории с ковидной инфекцией. Мы каждый год этим пользуемся, когда в случае отсутствия более 20% детей в классе, класс приостанавливается обучение, этот класс весь выходит на карантин. То есть, у нас такая отработанная система каждый год. Если в школе отсутствует более 20% детей, так же в школе. Тем более, вот эта ковидная инфекция, она особенно весной нас научила продолжать учебный процесс дистанционно. То есть, это также можно будет использовать. И я знаю, что в ряде регионов у нас пока этого нет, потому что у нас таких случаев, в общем-то, не произошло, чтобы закрывать класс и так далее. Но используется в ряде регионов, в общем-то, успешно. И последний вопрос. Вот что касается мониторинга ситуации в областной столице, качество медицинского обслуживания, в том числе и по тестированию и так далее, достаточно высокий уровень. Что вы скажете про муниципалитеты? Ну, во-первых, тестируются не просто жители областной столицы. Тестируются, во-первых, категории определенных лиц в обязательном порядке. Первое – это те, у которых поставлен, или во всяком случае, либо уже поставлен диагноз, либо подозрение на внебольничную пневмонию. И следует отметить, что это очень важный показатель. Когда говорят, что у нас происходит с ковидом и так далее, подтвержденным, мы контролируем вот этот показатель. На протяжении четырех недель у нас этот показатель ровный. То есть он пришел вот к тому показателю, который был до 18 марта. То есть у нас так называемый фонд… И в области также. В целом в области и в городе. В области и в городе у нас есть. Дальше. А вот люди, которые имеют признаки пневмонии, они обследуются. Лица старше 60 лет с признаками ОРВИ. Они все обследуются в обязательном порядке. Медицинские работники обследуются те, кто работает и связаны с риском, а также те, у которых есть признаки ОРВИ. Следующий вопрос. Все контактные. Все лица, которые возвращаются из-за рубежа. Плюс работники социальной сферы. Вот этот вот показатель, он расширяется. Сейчас начали работать очень много, будем говорить, платных центров, где можно просто по своему желанию провести исследование. Но вот я должен еще сказать, что вот эти платные центры, они все работают очень-то успешно. Те, которые у нас и наши тверские, и те, которые расположены в Москве. Они проводят исследования, они не изменяют статистику. То есть уровень людей, которые обследуются, уровень заболевших, уровень госпитализированных, уровень вне больничной пневмонии, он примерно ровный. Поэтому говорит о том, что... Ну пусть будет так. Да, мы в этом, в общем-то, начали с того, что у нас стабильная пока ситуация. Но при этом, то, что он есть, и то, что идет уже рост обычных острых эспираторных инфекций по 10% в неделю, это естественно. То следует соблюдать правила. То, о чем мы с вами говорили всю программу. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Я вас благодарю. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин